доброе утро друзья я тут на солнышке греюсь на работу не охота идти там интернета нету а здесь есть и так тепло хорошо а надо работать я уже дома сегодня задержалась на работе поэтому очень хочу жрать у я вчера в пол двенадцатого очнулась что думала чтобы мне приготовить и вспомнила что у меня все есть для окрошки я сварила яйца картошку по картошку портовку благо у меня есть вот такая чудо нарезка сейчас я туда все нарежу почти я вернее уже нарезала и будет у меня такая вот антошка антошка мы кушаем окрошку и кефирчик и все есть как вкусно будет и укропчик очень все как надо надо еще яйцо одно покрошить как варится окрошку яйцам яйцами не испортишь мне кажется яйца вообще ничего не испортишь стараюсь быстренько потому что очень хочется в опыте в принципе все нарезала сейчас покажу результат какова красота и вкуснота всем приятного аппетита мой рабочий рюкзак иду к сестре буду ее оприходовать у меня там рабочие инструменты вообще не очень люблю рюкзаки мне они кажутся неудобными знаете встречала много девчонок чарли не такого жалко ничего которые говорили ой вот и типа не ходишь с ними вот ты попробуешь когда тебе очень сильно понравится нифига мне не нравится потому что и например телефон должен быть у меня в постоянной доступности это надо постоянно снимать рюкзак чтобы достать телефон да а сумки она мне обычно вот тут вот где-нибудь мотается открыл достал и все и все в твоих руках вот ну вот когда такие рабочие моменты рюкзак кстати очень даже удобно потому что тоже большую сумку то не будешь нести на это на плече тоже как это как с баулами он там вместительная знаете чего это как она называется капа ну вот это вот чтобы волос не пазал не защищал муж уже там он уже уехал я говорю я пешком пойду жир растрясать надо вот там мы раньше жили это квартира мужа а теперь здесь ремонт сделали такой вот классно зеркало раньше здесь были эти почтовые ящики сюда их перенесли в общем я закончила с ними мы даже больше болтали чем что-то делала я так а мне куда-то надо было мне надо в тот магазин в парикмахерской купить кое-что и пойду домой к чарли тяжелый груз несу арбуз кто-то прошел вкусно так пахнет сейчас посмотрю как меня чарли будет встречать блин ключи искала все повываливалась вывалилась вывалилась в двант с вами счастье но это мечасть но это мечасть но и счастье где у меня давай чуть тебе там какой-нибудь вкус не будет на побежал кусать Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот Потому что они сейчас Высокая талия Везде носится И удобно, мне кажется, будет Класс Кстати, получится, что штанцы Мне подарила сестра мужа Она меня вообще балует всегда, знаете Вот, конечно, я там В общем, балует И вот Шла такая, шла, думаю Сделаю себе подарок Вчера шопинг не удался Сделаю ему себе Видите Я, знаете, вообще много раз так Могу ехать куда-нибудь, черт знает На кулички, на шопинг Потом приехать и купить все, что хотела у нас в городе Классные вообще, мне понравились Они такие, знаете Как бы не слишком легкие И не слишком тяжелые То есть на лето в самый раз Так что вот так Ой, Чарли, ты блин нажал на пульт Мы с тобой ложимся Твою мать Уйди Да кому-то быть Что, не видишь, что мы с тобой ложимся О, улеглись На пульт нажал Да, ложимся Своей игрушкой На Так что вот так вот, друзья А, я еще купила на работу кое-что. У меня иногда приходят мамы с своими дочками. И дочки хотят, ну, делая косички. Резиночки вот такие взяла. Ну, конечно, у меня. Это обесцвечивающий порошок. Мне нравится порционный. Он так, как бы, мне кажется, не пропадает. И вот, смотрите, вот такую штуку взяла себе для омелирования. Давно ее хотела, потому что с ней, мне кажется, намного удобнее. Вот. И вот такие эти одноразовые, как их сказать-то, накидушки. Вот. Такие спрашивают мне, какой цвет? Я говорю, ну, в смысле, какой цвет? Вы что, не видите мою голову? Ну, так, посмеялись. Я говорю, конечно же, розовый. Вот. У меня все розовый, кстати. Для стрижки тоже розовый. И вот теперь у меня вот это для прокраски. Будут тоже розовые, чтобы мои клиентки были красивыми. Мне так нравится, когда вот такие вот облака, вот так вот чуть ниже гор находятся. Так красиво. Правда? Хотя небо вообще чистое. Смотрите, нигде ни одного облачка нету. А там вот так вот все туда ушли. Лепота. Так интересно, да? Как будто они все туда ушли спрятаться. Двадцать первый год. Поставила на завтра стирку. Вчера муж говорит, зовет и говорит, смотри, Чарли простынь порвал. Он все на Чарли сваливает. Я говорю, интересно, как это он порвал его? А Чарли любит вот так вот что-нибудь на залезет на кровать и шкрябается вот так вот. Да, говорит, порвал. Вот, говорит, видишь, он так шкрябался. Я вот, мне смех и грех. Вот честное слово. Во всем его обмене. Что-нибудь попадет. Чарли свалил. Везде Чарли виноват. Я говорю, если бы его не было, кого бы винил. Как малые дети, ей-богу. Я уже тут чаек попиваю. Рейбуш. А вот. Ну, посмотрела фактуру, вот, которую я покупила продукты в парикмахерскую. А там для парикмахеров сделают скидку. Прям такая скидка, знаете, заметная. И совсем недорого. Вот. Я раньше в другой ходила. Там мужчин тоже неплохо. Неплохой магазин. Но у него все спрашивать надо. А в этом магазине там как бы все на виду. Сама ходишь и смотришь и выбираешь. А там у него как бы, ну, знать, прилавки. И вот ему говоришь, что надо, что не надо. А я иногда, знаете, и не знаю, как это называется-то, чтобы спросить-то, как. Вот. И, ну, и лишний раз, как бы, я вообще не люблю, когда, знаете, спрашивать что-то, чтобы за мной вот ходили продавцы следом, как говорится, это. Над душой. Я люблю, зашел, посмотрел, потрогал, понюхал, попробовал на зуб. А вот так, и в этом магазине хорошо, она не ходит за тобой следом тоже. Ну, естественно, спрашивает дежурный вопрос там, могу чем-нибудь помочь. Я ей говорю, либо помочь, либо не надо. Вот. И все. И она ушла там свои дела делать, а я шастаю по магазинам и вот смотрю. Мне прям, прям понравилось. Правда, далековато от моего дома, в принципе, у меня есть поставщик, вот, который мне привозит всякие краски, вот, шампуни, вот. Вот. Но иной раз вот хочется вот так вот пойти позырить, устроить зыринг. И потом я так вспомнила, говорю, вот как раз он находится там рядом с сестрой. Вот. Пока сидели у сестры, пришла другая сестра мужа. И вот мы начали там чесать языки, короче, один, другой, третий, десятый. Там у них дети маленькие, совсем малюсенькие, такие смешные все они. Вот. Короче, посидели, поболтали. Я у них там кока-колу выпила. Ну, так, естественно, они, я сегодня наелась этих семечек, и прям до одери пришла туда, они такие, хочешь семечки? Я говорю, нет, спасибо, сами ешьте. И сестра предлагала этот, еду какую-то. К ней каждый раз, как приходишь, она постоянно тебе хочет дать еды. Мы, как допомню, раньше жили прям дверь в дверь, она мне каждый день еду носила. Каждый божий день. А вы представляете, я уже много раз говорила, я сама люблю готовить, и она мне несет. И вот сейчас она такая, а я такая подумаю, да, давай, потом она что-то там сварила, ну, не знаю, что даже. А я такая, да, вспомнила, что у меня-то окрошка, а муж у меня окрошку не ест. Ну, как? Ну, нет, не ест. А вот, и я такая, да, я-то окрошку слопаю, а он пусть ест, вот, что-то, что-то она там сделала. Вот, так что он пришел, там поел у нее, и еще и с собой взял. Думаю, замечательно. Она мне с собой хотела, что-то еще там надавать, и я говорю, не, я пешком, у меня вон, рюкзак целый, какой мне, куда мне нести-то? Самой-то, некогда все есть. Лежит, лежит, папу ждет. Что происходит? Папи? Где? 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 Мой-то, что происходит? Папи, где? Мне кажется, приехал, потому что начинает поскуливать и ждать. Чарли, Чарли, где? Где? А вене у папи? Си? Видите? Весь слух. Лип точно. Слышу этот, как его зовут. Лифт. Вот двери я не люблю открывать. И по-каке ямас? Какой-то, но... Я ключи оставила с той стороны, прикиньте. Я ключи с той стороны оставила. Короче, говорит, подхожу к двери, гляжу, говорит, ключи. Я думаю, может быть, я в другую квартиру, не в чужую попал. Говорит, вот позвонил сначала, чтобы это... А я, вы знаете, открыла же дверь и зашла в дом. И ключи у меня с той стороны. У меня, это, кстати, со мной не первый раз, один раз. Тоже уже, мы спали ночью, так, представляете, с ключами с той стороны. И сосед нам тоже звонил, я открыла, а он такой говорит, у вас, говорит, ключи в двери. Он такая, блин, ну ничего, раз, короче, раза четыре у меня такое было. Но никто это нас не потревожил. Ой, блин, а я уже хотела ругаться, что звонишь, ключей нету, а потом сама виновата. Представляете, это я дурында. Да, вот так вот. Да, но у меня охранник есть, вот охранник, к нам, если только дверь откроют, он сразу гавкать начнет, гавкать начнет. Смотри на людей, вон, видишь, сразу гавкать начнет. Тут вчера, я как-то покупала эти палочки кукурузные, вот, и понравились. Мужу, он вчера приносит из меркодоны. Я говорю, что это он говорит? Ну тебе понравились палочки кукурузные. С меркодоны вот это пришло. Но это же не одно и то же. Это фигня на постном масле. Эти вообще какие-то непонятные. Наши-то сладкие, вкусные, а эти вообще никакие. Прилипают к небу, и потом их хрен отберешь. Ну да ладно. Вот так вот, друзья. Пишите в комментариях, вы оставляете ключи в дверях. Не с этой стороны, а с той. Заходите, как говорится. Заходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. То, помните, однажды попробовала, и вот оно стоит. Все, может быть, говядину какую-нибудь приготовлю на вине. Ладно, всего вам самого лучшего. Встретимся с вами завтра, и всем пока-пока.